Что бы вы сделали в своем дворе, если бы у вас был свой дом, огород, клумбы, а может подделки? Жители микрорайона Сахалин не первый год стараются над тем, чтобы территория возле их домов не только была занята грядками, но и радовала глаз. В гостях у таких садоводов побывала наша съемочная группа. Елизавета Кабанова расскажет подробнее. Когда у тебя свой дом в частном секторе, преимуществ масса. Тут у хозяев есть место для того, чтобы либо заняться садоводством, либо украшением своего двора. Даже в нашем северном городе есть люди, которые не могут представить себе жизнь без цветов, поделок и рассады. Уже не первый год у нас проходит конкурс «Чистый двор, цветущий двор». Мы ходим по домам, с жителями беседуем, кто какие цветочки посадил, у кого рябина хорошо растет, у кого елки. По итогам конкурса основную часть голосов получила два двора, куда и отправилась наша съемочная группа. Астры, бархатцы, рудбекия – и это далеко не весь список цветов, которые можно увидеть на клумбе у жителей этого дома. Выращиванием занимается супруга, а ее муж помогает с обустройством клумб. Но на севере есть свои сложности. Лето короткое, солнца мало, и поэтому-то вот она рассадой высадит дома, потом высаживает на грядочки или на клумбы. И вот так до осени поливает, все ухаживает за ними, и вырастает, вот красота какая. Наслаждаются выращенными своими руками цветами супруги недолго – всего три месяца. Но забрасывать садоводство не собираются, а ухаживать, говорит Николай, не так и сложно. Но погодные условия все же сильно влияют. Небольшие цветочные посадки у их соседей не смогли пережить сильных дождей. Но зато у них остались поделки, которые были сделаны для внуков. На зиму их, конечно, убирают, зато в теплые дни лета дети вдоволь могут наиграться подарками бабушки и деда. Ну, мельницу убираем в гараж, например, а заяц так и остается. Ну, вот эти мелкие поделки тоже все заносим, убираем, потому что зимой здесь очень много снега, все же поломается. Татьяна выращивает и клубнику с малиной, и морковку с картошкой. И говорит, что не понимает людей, у которых есть свой двор, но они ничего не выращивают. Даже несмотря на короткое северное лето, можно сделать так, чтобы территория твоего дома была красивой, а на столе стояли свежие овощи. Елизавета Кабанова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.